Привет друзья и добро пожаловать на Sparrow Channel. Сегодня на обзоре у нас будут очки Ray-Ban Wi-Farer 2140. В 2015 году я уже снимал подробное видео где делал сравнение между оригиналами качественной копии. Спустя промежуток времени решил заснять видео и показать вам что произошло за вот это время с очками с чехлом вот насколько они изнасилились если какие-то моменты и действительно ли это оригинал или все же копия так как в предыдущем видео где я делал сравнение в комментариях прям писали что на обзоре две копии прям там насколько я помню то видео дизлайками забросали ну давайте разберемся правы были люди или нет итак давайте начнем с чехла то есть как вы могли заметить первое что бросается эта кнопка вот и здесь да действительно краска слезла вот но не забываем что данному чехлу уже восемь лет даже наверное чуточку больше так как очки я покупал 2014 году на день рождения вот это декабрь месяц ну и ношу я их повседневно начиная вот с ранее весны это весна лето осень поздняя осень и даже периодически зимой если зима снежная и солнечная то я также одеваю очки потому что ну как бы слепит глаза вот ношу я их повседневно то есть каждый день и чехол бросаю либо там в какую-то бананку в рюкзак вот но естественно краска обрезалась бы я не считаю что это какой-то там момент и прямо катастрофа печатка сама вот видим золотистая особо она не изменилась может немножечко краска бледная стала не такая как бы яркая не такая выраженная но в целом в целом все довольно таки неплохо вот из моментов что из моментов есть вот здесь вот такая вот трещинка кожа лопнула с одной стороны и соответственно с другой стороны все по чехлу особо моментов никаких нет вот эту кнопку можно там тем же маркером закрасить и опять же будут в черный цвет вот открывается все отлично насколько я знаю в копиях кнопки эти вылетают и вообще не просто вылазит здесь тоже лопается все но внутри тоже в принципе все отлично нигде ничего нитки не торчат вот как за 8 лет вполне себе достойно видим так здесь у меня две микрофибры но нас интересует оригинальная вот давайте чехол мы поставим в сторону что касается микрофибры я ее буквально стирал наверное за все время два раза без преувеличения больше как бы я ее не стирал вот но вот такой вот у нее вид видим ray-ban все осталось микро там катушки какие-то есть но в целом в целом ее состояние довольно таки неплохое как бы у меня есть еще дополнительная там маленькая не оригинальная так я бывает периодически еще ей протираю линзы так в целом довольно таки меня и это устраивает то есть как бы не разлезлась она ничего как было так и осталось а видим то есть можете сами оценить больше восьми лет то есть как по мне довольно таки неплохо ну и соответственно переходим к очкам к самому интересному итак друзья теперь давайте посмотрим подробно очки вот так они выглядят это у нас 54 линзы вот линза в зеленом цвете но сейчас я подробно расскажу покажу вам вот то есть по сути на предыдущем обзоре который я снимал 2015 году там была довольно таки качественная копия я ее потом даже продал насколько помню парню вот и но он думал что то оригинал я ему дал свои потому что я в них был и на первый взгляд он их вообще не отличил единственный там момент он сразу сказал что то копия была тяжелее вот данные очки покупались либо 140 либо 150 долларов ну в принципе они сейчас насколько я так бывает периодически захожу смотрю они 2140 таки стоят в диапазоне там 140 150 долларов бывает иногда там на них скидки что-то они опускаются на 130 120 но это наверное редко вот итак что касается нюансов нюансов вообще никаких нет то есть нашу я как говорил их повседневным круглый год но зимой естественно меньше но с весны до поздней осени я их повседневно нашел нюансов никаких нет то есть ушки шата не никакого нет люфта абсолютно никакого нет ничего я не подкручивал вот как я их купил так она все и есть по линзам по линзам тоже никаких царапин ничего как вы видите не присутствует что касается именно ушек то на ушках я не знаю увидите вы или не увидите наверно она не сфокусирует скорее всего нет не получится показать что вообще фокус потерялся буквально вот на ушках есть немножко царапины вот такие потертости это от волос плюс у меня как бы дреды и соответственно немножко есть потертости вот они еще и глянцевые вот и немножко бросается но блин я не могу вам показать что касается линз линзы вообще без царапин без каких-либо нюансов вот также на копиях на копиях вот это вот краска со временем гравировка она со временем просто отслаивается отваливается и все вот как видите здесь все абсолютно на месте то есть нигде ничего не отслоилось не отвалилась все четко с другой стороны где у нас пишется сама модель rb 2140 901 размер линзы 54 в 18 это оправа и 3m это степень затемнения линзы это максимальное затемнение линзы но и плюс зеленый цвет самой линзы то есть можете сами сделать вывод копия или оригинал все же это но то есть показатели больше 8 лет очки как новые то сериально как новое без преувеличения единственный там момент это по самому чехлу то есть вот видим да кнопка она бросается в первую очередь это что я говорил непосредственно вот здесь на изгибе то что открываешь закрываешь открываешь закрываешь постоянно есть такие вот трещинки и здесь соответственно также сама вот все в целом очки как новые то есть я попытаюсь сейчас наверно как-то передать может эти маленькие царапинки вот здесь вот видно да немножечко вот на ушки потертость сейчас я так же сама попробую на другом ушки показать то есть вот ray-ban логотип все как новый нигде ничего не облучилась краска то есть не поменял оттенок и тому подобное ну и вот соответственно на этом тоже ушки я поменял их вот видим здесь немножко есть такие царапинки вот я попытался до с поймать ну здесь немножко я их особо даже там не чистил ничего то есть как есть немножко салфеткой протер и все а так в целом вот их не состояние как последневной носки так здесь тоже вот видим маленькие такие микро царапины но я думаю что это вообще не показатель по сути то есть но вы сами понимаете что очкам больше 8 лет состояние у них как по мне отличная друзья если вы хотите подробно как бы узнать как отличить копию и оригинал то посмотрите мое видео которое я снимал в пятнадцатом году вот подсказочка где-то должна здесь появиться вот посмотрите там подробно начиная от коробки и заканчивая заканчивая прямо там всеми вот этими шрифтами оттенками цвета и тому подобное вот я думаю она будет вам полезно ему там 20 минут идет вот может там конечно много воды но для общего как бы понятия то есть я думаю она вам поможет от себя могу добавить то есть при покупке когда вы нацелены приобрести данные очки вот и у вас есть сомнения то есть обратите на такие мелочи допустим вот ray-ban вот это вот надпись когда вы одеваете очки то есть она вам не должна мешать не попадать на поле зрения то есть на глаза вообще никак не давить не попадать следующее то есть левой стороны у нас есть гравировка такая вот ray-ban она тоже когда вы одеваете очки она вообще не должна вам попадаться то есть вы не должны ее видеть и она очень маленькая и очень аккуратно выгравирована то есть лазером не знаю может сейчас китайцы конечно уже настолько точно и четко научились подделывать но на тот момент было заметно то есть по копиям было легко определить они были большего размера и соответственно они были не так хорошо сделаны следующий момент то есть вот эти вот все гравировки вайфарер где производство кстати может быть и модель чайна это как бы не показатель то что это копия вот заводы в китае стоят как и большинство других брендов производится в китае так что это не показатель вот при покупке можете прям хорошо провести пальцем ногтем чтобы классная краска не слазила там то есть если она начинает сразу слазить то это явная копия и плюс еще и дешевая копия вот шрифт аккуратные то есть он не жирный и соответственно не сильно как бы мелкий вот обратите на это внимание следующий момент вот здесь получается как бы сам каркас железная не смогу наверное вам показать то есть если на солнце мы нет не получится вот если мы на солнце их поставим вот или либо же на лампочку то она будет красным оттенком и вы будете сам этот каркас видеть то есть он на дужке вот здесь вот он проходит и сам пластик такого будет отдавать красного цвета это тоже как бы такой важный показатель и возьмите его на заметку вот ну что касается линз не знаю так вы наверное их не сможете проверить бы отличить это надо какое-то время носить если начнут глаза со временем вытекать то понятное дело что у вас подделка вот ну и в целом что а ну кстати еще вот по чехлу то есть он должен быть в меру мягкий и в меру такой наверное средней плотности не чересчур дубовый но и не через чересчур мягкий то есть такая кожа средняя и не прям он такой насыщенно черный либо бледно-черный такой ну вот на том видео 2015 года я там четко показывает там прям видно отличие по отпечаткам видно по кнопкам видно то есть посмотрите видео я думаю она вам будет как бы полезно то есть но поможет определить и разобраться копия либо оригинал при покупке вот ну а самое лучшее это покупатель где-то в проверенных магазинах которые действительно лицензированные и как бы не всунут вам подделку друзья на этой ноте я буду заканчивать обзор на очки ray-ban 2140 вайфер что в переводе кстати значит путник надеюсь видео было для вас полезным и информативным вы что-то подчеркнули для себя вот я хотел донести что оригинальный продукт он стоит денег и стоит своих денег вы могли убедиться что на протяжении 8 лет вот я их ношу на повседневной основе у них состояние как новые вот так что за оригинальный продукт надо платить поддержите данное видео пальцем вверх можете написать в комментариях задать какой-то вопрос который вас интересует с удовольствием постараюсь ответить также подписываемся на канал не забываем другие видео просматривать есть всякие обзоры начиная от одежды обуви и заканчивая техникой также проходит на данном канале стримы рад буду видеть подтягивайтесь пообщаемся я только за всем мира добра берегите себя увидимся в интернете пис